Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Много прекрасных и грозных слов сказал Господь в Великий Вторник. Наверное, ни один день евангельской истории не насыщен столькими многими словами и поучениями Спасителя, как этот сегодняшний день. Мы за чтениями Евангелия на утренне и вечерне слышали притчи Господа о мудрых и неразумных девах, слышали притчу о талантах, слышали притчу о страшном суде. На утренне сегодняшнего дня также читалось грозное возвещение горя книжникам, фарисеям, лицемерам. Кто-то может сказать, что эти слова адресованы к тем иудейским учителям, которые себя отделяли от простого народа, и что былое прошло, а к нам уже не относятся. Напротив, церковные писатели нередко говорили, что эти последние возвещения горя, записанные в 23 главе Евангелия от Матфея, имеют параллели и с церковной жизнью. Так святой Ефрем Сирин говорил, что те, которые облачаются в нарядные одежды, подобны неразумным монахам, которые надевают шелковые рясы и белые воротнички. А те, о которых говорится о том, что они поедают дома вдовиц, Ориген называл подобных неразумным диаконам, которые лицемерно долго молятся и домогаются пресвитерства, то есть, чтобы их в народе почитали, они предвозлежали на пиршествах и были первыми в церковных собраниях. Но более того, пишет Ориген, неразумны те, которые при этом еще и домогаются епископства, то есть очень хотят, чтобы их называли учитель, учитель, будучи только по имени учителями, но по содержанию нет. Есть в грозных возвещениях горя Спасителя обличение тех, которые называют себя учителями, наставниками и отцами. Неужели Господь запрещает нам обращаться друг к другу с такими титулами? Апостол Павел, как замечает блаженный Иероним, называл себя учителем языков. А святой Иоанн Затауст говорит о том, что отцами принято называть церковные традиции монашествующих или священнослужителей. Значит, речь идет о тех, которые претендуют, как древние толмудические мудрецы, на название отцом и тем самым ставят себя на место Отца Небесного, претендуя на звание вместо того, чтобы быть по сути отцом, наставником и учителем. Мы можем спросить себя, что же самое главное в сегодняшнем евангельском слове? Чем заканчивает свою проповедь Спаситель в Великий Вторник? Потому что сегодняшний день – последний день в публичных наставлениях Спасителя. Господь открывает свою проповедь в возвещении блаженства. На горе Он говорит девять заповедей, возвещая блаженство нищим духом, кротким, чистым сердцем. В последний день Он возвещает горе, проклятие, отлучение тем, которые лицемерны. По словам святителя Кирилла Александрийского, нам следует обратить внимание, что именно этот грех возводится Господом на первое место как самый страшный. Он не обсуждает прелюбодеяние, он не обсуждает воровство, он не обсуждает какие-то греховные помыслы. Он говорит о лицемерии. Что же такое лицемерие? Это притворная набожность. В отличие от лицемерия пред людьми, когда человек себя ведет двоедушно, как театральный актер, лицемер пред Богом – это тот, который кажется пред Богом набожным. Но по сути своей он теряет всякую религиозность. Как записано в толковой Библии Лопухина, такой человек украшен внешним религиозным декором, но на самом деле его вера становится с каждым днем все меньше и меньше. Такой человек способен на самые гнусные и отвратительные поступки, потому что он перестает бояться самого Бога. Какие же средства предлагает нам Господь по отношению к лечению этой болезни? И как нам относиться к тем священнослужителям, которые могут отчасти страдать таким недугом? Спаситель говорит, поступайте по тому, как они говорят, но сами их поступкам не подражайте. А более он говорит, над десятиной, над приношением в церковь тмина, мяты и льруты превозносится суд, милость и вера. Нам на первый взгляд кажется, что суд – это отрицательная категория, и вряд ли можно ввести в ранг добродетелей. Ведь нам же заповедуется, чтобы мы не судили друг друга. Но о каком суде говорит Иисус? Он говорит, не судите по лицам, но праведным судом судите. Значит, не сам по себе суд, как рассуждение осуждается, но притворное, лицемерное, самолюбивое осуждение другого человека. Суд мой истинный, пишет Спаситель. Но чтобы этот суд познать, по словам святителя Игнатия Бринчанинова, нам нужно иметь непорочную жизнь. Нам нужно иметь жизнь кротких людей. И тогда мы познаем, что такое истинный суть. Господь наставляет непорочных на истинный суд. В сотом псалме сказаны такие слова. «Милость и суд, Господи, Господи, пою и разумею в пути непорочном». Тот человек воспевает справедливость Божию и справедливость человеческую, которую сам стал на путь непорочных. Тот человек, который ведет кроткую жизнь, тот познает, и Богом ему даруется благодать, рассуждать благоразумно. Но над судом стоит еще более высокая добродетель – милость. Милость превосносится над судом. А еще выше них встает добродетель веры. Мы знаем, что есть три важнейшие добродетели в христианской аскетике. Это вера, надежда, любовь. Но, по сути дела, в этой библейской трехчастности сливается все воедино. Потому что тот человек любит, который сохраняет верность. А неверный Израиль в Ветхом Завете называется прелюбодеем. Верность – это твердость в своих убеждениях. Вера – это такое стояние в Божьих заповедях, непоколебимое, при котором человека ничто не сломит. Святитель Игнатий, обращая внимание на эти три важнейшие наставления в сегодняшних словах Спасителя, говорит о том, что об этом указывал древним людям уже пророк Михей. «О человек, вот что добро и вот что требует от тебя Господь – действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Вот те поступки, которые противоставляются лицемерному ханжинскому показному благочестию. Мы уже, дорогие братья и сестры, знаем из Священного Писания грозное исполнение слов Спасителя. «Все оставляется, дом ваш пуст». Сказал Господь эти слова иудеям, и в 70-м году был разрушен Иерусалимский храм, не осталось на том месте камня и камня. За что, мы можем спросить себя? За лицемерное поведение наставников и членов Ветхозаветной Церкви. Мы уже и с вами в Русской Церкви сто лет назад переживали подобную же ситуацию, когда наши храмы остались пусты, а от некоторых не осталось и камня на камне. И поэтому, воспевая те или иные добродетели, стараясь вести благочестивую христианскую жизнь, нам важно помнить, что мы не должны отцеживать комара в духовной жизни, а проглатывать верблюда. Мы должны следить за тем, каково содержание нашей духовной жизни, каковы мотивы, что стоит в центре нашей веры, нашего суда и нашего милосердия. И чтобы наш дом не остался пуст, чтобы народная тропа не заросла к нашему храму, нам нужно, чтобы храм нашей души был чист, убран, чтобы туда пришла благодать Святого Духа, и тогда блаженны мы будем, если мы будем кроткими, милосердными и чистыми сердцем. Аминь.